Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим, и сегодня жертва ма... Маркетинга, маркетинга, жертва маркет... Короче, продукты из магазина, дешманские... Бэй... Короче, смотрите, что у меня есть. Бери ложка, понял? Не бери ложку, а бери именно ложка. А я хорошо знаю русскому языку и хорошо ему разговариваю. Короче, вот такие... Ну, это, получается, консервы. То есть, они... Нет, кстати, они лежали не в зоне консервы, нигде консервы. Они лежали, где сыр, где кулинария, вот такие штуки. Но, судя по сроку хранения, ребята, это капец какие консервы. Значит, хранятся они 3 года. Ну, то есть, не полгода, не месяц, не год, а 3 года хранятся вот эти штуки. Макароны по-флотски, рис с курицей и овощами, котлета с картофелем. Бери ложка, ребят. Стоит такой продукт по акции с желтыми ценниками, сейчас вы видите это на экране, 59 рублей. Без акции он стоит гораздо дороже, 69 рублей. 250 граммов еды без акции стоит 70 рублей. Годно по цене? По цене годно. Давай состав посмотрим. Вот, смотрите, тут все четко написано, что это консервы, мясорастительные блюда вторые, мясные с гарниром. Консервы, рублен. Картофель, говядина, куриное мясо, панировочные сухари. Регулятор кислотный. Опять, три фосфата. Фосфаты не люблю, не знаю, я не химик, но насколько я где-то читал, что фосфаты, они как бы негативно сказываются на усвоение кальция в организме, вроде типа такого. И опять, пирофосфат, натрия, загуститель, сантановая камедь, вопросов нет, чеснок, перец черный молотый и так далее. Ну, то есть, состав, в принципе, кроме регуляторов кислотности, более-менее адекватный. То же самое я уже посмотрел в рис с курицей, да. То есть, тут вообще, тут даже, кстати, фосфатов никаких нет, смотри, просто куриный фарш, крупа рисовая, т-т-т-т, видим, да, рафинированная масса, соль, красный молотый перец. Все, это состав риса. Ну, и состав макаронов по-флотски, я тоже думаю, абсолютно будет натуральный, говядина, т-т-т-т, все, никаких консервантов, то есть, за счет, вот здесь вот надпись, смотрите, стерилизованные консервы, да, за счет стерилизации, вот, упаковки, да, происходит, в общем-то, сохранение надолго. Ну, классические консервы, короче. Производит это ООО комбинат по производству пищевых продуктов Рускон, который находится улица Вавилова, а, ну, это юридический адрес, да, производство, Москва, Раменский район, класс родной Раменска, предприятие, изготовитель, бла-бла-бла и прочее. Перед употреблением разогреваем на сковородке, выложив и прочее, и подогрев, в СВЧ-печке, естественно, самый удобный вариант, и в походных условиях на газовой спиртовой горелке, но я сейчас не в походе, поэтому меня устроит вариант с СВЧ, я думаю, что он вполне годный для этого продукта. Масса нет и 250 граммов. Упаковка в целом, ну, не сказать, что очень притягательная, не сказать, что очень аппетитно выглядят здесь блюда, то есть, есть ощущение, что это где-то с Яндекса картинку скачали и вставили сюда, но на самом деле не вызывает желание взять. Я его взял исключительно потому, что меня просто заинтересовала цена, заинтересовал вес и такой форматик, как бы, да, типа 250 граммов за недорого поесть. Вот исключительно взял. Ну, то есть, это, скажем так, маркетологи и рисовальщики береложки вот этого бренда, да, они работают чуть хуже, чем какая-нибудь там сибирская коллекция, Мираторг и прочее, где каждый продукт хочется просто взять и купить. Не важно, что внутри, но упаковка выглядит клево. Здесь, ну, скромненько, согласитесь. Давай посмотрим, как это выглядит. Ну, практически классические консервы. Ну, давайте, ребят, момент икс, да? Во-первых, как открывается, интересно. Ой, фу, блин. Выглядит, конечно, котлета. Это, ребят, что вы понимали, это котлета с картофелем. Картофель я вижу, а где котлета, непонятно. И чё оно всё в каком-то соусе? Руку намочил, уже хрен достанешь. Ой. Так, это рис с овощами. Рис с овощами. Запах у них идёт абсолютно одинаковый. Вот что бы ты ни открывал, оно абсолютно одинаково пахнет. Чёрт подери. А это макароны по-флотски. Слушайте, ну, выглядит мерзопакостно, если честно. То есть, стрёмно. Наверное, рис более-менее ещё ничего выглядит, да? Но вот макароны по-флотски и картошка выглядят не очень аппетитно. Точнее, очень неаппетитно. Но мы разогреем. Ладно, мы всё-таки тут про вкус. Внешний вид, он второстепенный. Но как бы мы уже понимаем, да, что тут отличаются картинки. То есть, вот здесь такой котлетосик, никакого соуса, жареная картошечка. Здесь вот рис дополнительно там кунжутом посыпан, да? Ну, то есть, не так это выглядит, как здесь, естественно. Ну, запах, кстати, приятный довольно. То есть, если уже принюхаться к конкретному блюду, чувствуется разница, что там разные запахи. То есть, сначала ощущения одинаково. И всегда у меня страх, когда я вижу фольгированную упаковку, вообще что-то такое металлизированное. Мне очень страшно пихать в СВЧ, потому что СВЧ, как вы знаете, ну, попробуйте кусочек фольг... Нет, не пробуйте вообще-то, не надо. Что-нибудь у вас там загорится еще, я не хочу за это отвечать. В общем, все. Отправляем греть. А сколько греть, непонятно. Подожди, СВЧ, 3 минуты. 3 минуты. Учитывая, что я закидываю сразу все, я, наверное, буду разогревать 4 минуты. Ну, потому что оно не разогреется просто тупо. Ну, вот смотрите. Вот эту фольгу нельзя, видите, греть. То есть, нет указания. О, видите, что происходит, как искрит. Придется перекладывать в какие-то тарелки. То есть, нет прямого указания, что так делать нельзя. Вон, они даже спаялись, блин. Окей. Беумс. Какого хрена он такой так? Я не знаю, будем мешать или не будем, как вообще поступить-то? Ну, давай, хотя бы по 2. А вот и котлета, кстати. Смотри, а есть котлета. Это прям целая котлетосина. Котлетосина разлетается, как говорят известные блогеры. Так. Ладно, давай по 2 греть, в общем. Оба-на! О, смотри, внизу выглядит уже как-то поструктурней. Ну, плотно, очень плотно упакованы они там. Вот что по итогу у меня получилось. Разогревает 3 минуты. У меня все это булькало, бурлило там. Микроволновка просто засрана. Я извиняюсь за мой французский. И тут все, вот видишь, вот так вот разлетелось. Так, рис. Рис, кстати, подогрелся, но он какого-то хрена все равно куском, как дошик, лежит. В общем, вот как-то так. Блин, ну неаппетитно выглядит, черт. И макароны по-флотски. Вот, уже смотри, если разломать вот так вот, как бы раскидать это все по тарелке, то это выглядит довольно, довольно, ну как макароны по-флотски. То есть, это вполне вкусненько можно съесть. Я хочу начать с риса, потому что он у меня вызывает больше всего вопросов по своей неразваливающейся структуре. Это очень странно. Хотя он подогрет нормально. Так, морковка. Ну вот, кстати, когда уже разломал его, видно, что и морковка, то есть, уже похоже как-то на фотку. Конечно, там специй каких-то я не вижу, как на картинке, но вот куски моркови, они как бы есть. Так. Я в своей жизни, кстати, кроме тушенки, из консервов, наверное, ничего не ел. А, ну тунца там всякого, да, шпроты. Вообще-то ел. Но вот готовые продукты, где, типа, ужин, я не кушал. Вот рис, он немножко странный по ощущениям тактильным, но по вкусу мне скорее нравится. То есть, такой, ну, знаешь, честная столовка. Без изысков никакой тут тебе ни ресторан, ни Аркадий Новиков. Но очень честно, очень честно по вкусу. То есть, рис чувствуется, куриный привкус такой, ну, опять-таки, вот консервный как бы, консервный привкус. Насколько я могу судить о консервах, не имея достаточного опыта. Ну, вполне съедобно, кстати. Если сравнивать с каким-нибудь там дошиком, хотя дошик, понятно, что это король бич-пакетов, однозначно я бы выбрал вот какую-то такую еду. Пусть это и консервы, хотя без консервантов, натуральные консервы. Чуть больше соль у них, может быть, чем вы обычно дома готовите. Но, опять-таки, в целях сохранения 3 года, я извиняюсь, довольно натурального продукта. По вкусу съедобно. По вкусу съедобно, не противно. И даже, и даже несмотря на внешний вид вот этот, как бы, кубический. Так, ладно, котлетосик. Давай разделим его. Ну, котлетка немножко странного, конечно, вида. Это она, как будто бы, знаешь, ощущение, что это какая-то ливерная колбаса, типа. Ну, то есть, из субпродуктов. Ну, вот так вот она внешне выглядит. Хотя, ну, довольно плотненькая. Говядина, куриное мясо. То есть, говяжья-куриная котлета. Она очень мягкая. На удивление, довольно, довольно структура какая-то в ней чувствуется. Несмотря на то, что она мягкая, понимаешь? То есть, это как бы не паштет. А такой плотный-плотный паштет. Вот тут вот отличается по вкусу от домашних котлеток, столовских котлеток. Какой-то особый вкус, я не знаю, может, это в связи с тем, что это все общим соусом залито. Я бы не сказал, что мне это очень нравится. Картошечка вкусная. Вот эти кубики. Ну, то есть, во-первых, довольно клево, что они порезаны на маленькие кубики. Это удобно есть. И вот давай попробуем картошечку. В принципе, вот этот соус довольно хорошо подходит к картошке. Блин, ну не обломно по вкусу. Не обломно. То есть, сам факт, что это натурально. Это долго хранится. Просто бесконечно долго хранится. И это стоит крайне недорого. Но я не знаю, даже в столовке вот взять котлету, допустим, с картошкой. Сколько будет стоить? Ну, в самой, наверное, дешевой столовке будет примерно столько же. Может, рублей 70 стоит. Что-то типа такого. Конечно, в столовке там недавно приготовили. Это все посвежее, повкуснее. Но не обломно. Я удивлен. Я что-то думал, будет жесть. В последнее время у меня то ли настроение хорошее, не знаю. Несмотря на то, что у меня в жизни всякие события происходят. В том числе и неприятные. Ну, это самое. Блин, фиг знает. Ладно, макароны по-флотски. Давай, тут вот опять-таки фарша довольно нормально положено. Запах такой. Ну, тоже куриное мясо, говядина. Непонятно, кстати, где томатная паста, хотя в составе написано. Даже съедобная. Как ни странно, нет ощущения переваренных макарон. Ну, то есть, ну, вы понимаете, макароны были сварены. Потом вот этот весь продукт был упакован, готовый. Еще стерилизован под температурой. При этом макароны не переварились. То есть, макароны сварены вот прям как надо. Они не слипшиеся, они раздельные. Фаршик чувствуется. Чуть-чуть странные специфические вкусы какие-то есть у всех этих консервов. Ну, возможно, возможно, это связано именно с консервированием. То есть, нет каких-то неприятных привкусов. Но есть какой-то привкус, который, ну, как-то их отличает, вот, скажем так, вот, обычных наших бытовых блюд. Там вот макароны по-фоски чуть отличаются от тех, которые ты сделаешь дома. Котлеты отличаются. Картошка отличается. Рис отличается. То есть, все чуть-чуть отличается из-за какого-то вот этого общего, обобщающего вкуса, видимо, связанного с консервированием. Черт его знает. Честно скажу, вот, между нами, на мой взгляд, это годнота. В плане чего? В плане того, что натуральный продукт, я повторюсь в десятый раз, натуральный абсолютно продукт, который хранится в вечность. Как заначка, как, там, не знаю, перекус на работу. Это можно взять, но за 60 рублей, типа, небольшая, но тарелка макаронов с фаршем, чаечек, запил и все. В разы лучше по идеологии, нежели дошики, вот эти бич-пакеты с ненатуральными специями. Тут соль, перец, там, красный перец. В общем, годнота. Единственный минус, который я вижу в этом продукте, это то, что упаковку, от упаковки надо избавляться, если ты подогреваешь в СВЧ. Понятно, если ты на газовой горелке, там, в своем туризме, да, или на сковородке, понятно. Но, но вот то, что надо где-то искать еще емкость, это чуть неудобно. Вот, и при этом я тут же читаю фразу на упаковке удобно, удобно и питательно. Пожалуй, неудобно в этом плане, но насчет питательно согласен. В общем, жертва маркетинга. Вот такой вот крайне неприметный продукт, который, наверное, если вы и замечали, то проходили мимо с недопониманием, что это вообще такое и зачем это покупать. Может быть, кто-то из вас ел, тоже свое мнение отпишите. На мой взгляд, съедобно. То есть, можно ли брать иногда вот в качестве какой-то альтернативы домашнему питанию или питанию там где-то в кафешках? Ну, безусловно, безусловно, можно. Лучше, чем другие бич-пакеты? Да, лучше, потому что это натурально. Все, ребята, мне больше сказать нечего. За 70 рублей советую. По вкусу примерно 3, может, с плюсом. Неизысканная кухня, но есть можно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно же, предлагайте, что еще должно попасть в обзор в эту рубрику. Давайте. Вы же по магазинам ходите. Чего вы мне не советуете, друзья мои? Комментарии внизу пользуйтесь. Всего вам вкусного. Пока. Значит, Димасик, ну не сказать, что есть желание прям что-то доедать. Ну, я просто сейчас не голодный. Вот. Ну, на крайняк можно. На крайняк можно. Съедобная штука. Покупал как-нибудь? Не видел? Ну, вот не обращал внимания. Мне кажется, они всегда стояли. Вот сколько помню пятерочку, мы, конечно, они всегда там стоят. Продолжение следует.